Сигнал тревоги, эвакуированные пострадавшие спецтехникой и люди в костюмах с эмблемой МЧС на груди. Звучит страшно, но, к счастью, это всего лишь тактика специального учения, которые максимально приближены к настоящей чрезвычайной ситуации. На этот раз объектом изучения для сотрудников МЧС стало здание гинекологического корпуса Брестского областного родильного дома. На масштабной тренировке было задействовано порядка 8 единиц спецтехники и порядка 40 человек личного состава. Сегодня мы находимся на территории учреждения здравоохранения Брестский областной родильный дом. Этот объект относится к важным объектам города, так как на данном объекте есть определенные сложности и опасности. Во-первых, это нахождение рожениц. Рядышком мы сегодня будем проводить учения именно конкретно на гинекологичном корпусе, в котором одновременно находится, может достигать до 100 человек. Есть здесь организационное отделение на четвертом этаже, есть здесь от 5 до 10 человек, которые нет транспортабельные, они самостоятельно передвигаться не могут. И, соответственно, здесь в рамках проведения учения мы хотим проверить готовность администрации объекта к данного рода возникновению нечаянных ситуаций, отработать вопросы взаимодействия, как они самостоятельно будут действовать, вместе с нами будут по эвакуации вот этих больных, не больных, но рожениц конкретно, да, с малолетними детьми. Ну и посмотреть навыки практически наших работников по ликвидации чьянных ситуаций именно в учреждениях здравоохранения. Брестский областной родильный дом является одним из сложных объектов в городе с точки зрения обеспечения пожарной безопасности, где сегодня находится порядка тысячи сотрудников и столько же пациентов. Данный объект у нас идет по повышенному номеру выезда, у нас есть всего пять номеров выезда, данный объект определен по четвертому номеру выезда, то есть привлечение техники 10 единиц. Да, мы все не будем сюда привлекать, так как вся эта техника находится в боевом расчете, но на сегодняшний день будет здесь реально привлечено 8 единых техники, это и основное, и специальное. По условиям учений в подвале гинекологического корпуса произошло возгорание, а затем пожар распространился на смежные помещения. Дым пошел на ближайшие этажи, по системе вентиляции перебросился на крышу, есть пострадавшие. Это значит, что срочно нужно эвакуировать как пострадавших, так и персонал и пациентов, чтобы им ничего не угрожало. И такой итог работы получился благодаря слаженной работе администрации учреждений здравоохранения и сотрудников МЧС. Каждый из них понимает, что при таком количестве пациентов и персонала их первоочередная задача – спасение и эвакуация людей. Без администрации четкого понимания, где и кто находится, через какие пути идут выходы, было бы сложно проводить эту операцию по спасению. Все запланированные вводные были выполнены, на оценку хорошо, есть отдельные недоработки, конечно, в администрации объекта, мы это сейчас разберем на подведении итогов, ну и есть, конечно, шероховатости и у наших работников, но это не без этого, поэтому учения с этой целью проводятся, чтобы тренироваться, сделать правильные выводы и в будущем таких моментов не допускать. Все цели и задачи выполнены, поэтому, как я и сказал, что задачи учения достигнуты, поэтому будем дальше тренироваться, выбирать объекты, учиться, ну и чтобы не допускать чрезвычайных ситуаций и ликвидация их была достигнута в минимальных размерах и с минимальным учебом. Стоит подчеркнуть, что данное медучреждение делает все возможно не только по медицинской части, но и по части обеспечения безопасности своих пациентов, чтобы чрезвычайных ситуаций и не произошло. Мы отработаем практические навыки, мы посмотрим, как будет сработка нашей системы пожаротушения, дымоводаления, мы проверим другие коммуникации, которые у нас должны будут работать. Бесперебойного питания электрического у нас на сегодня имеются две отдельных линии, которые совершенно друг от друга не зависят. Вот если одна линия случайно выключается, то вторая автоматически тут же включается. Это сделано для работы наших операционных и так далее. Мы работаем на опережение, поэтому реальная ситуация могла бы быть, если какой-то случайный окурок, которых у нас запрещено быть на территории, попал бы на какой-нибудь легко воспламеняющийся материал, скажем, или ткань. Так как у нас перекрыты всевозможные возможности курить в помещениях, есть у нас и видеонаблюдение, есть у нас отдельная выделенная площадка, куда кто-то хочет, если хочет, может сходить покурить. Оборудованная, специальная, с песком, с огнетушителем, как положено. Анастасия Мелешкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова